Ничего не предвещало беды Доступен Евгений места себе не находил Сначала пропавшую искали родные Ночью к поискам подключились около 200 волонтеров Вместе с сотрудниками МЧС и полиции Муж девушки до последнего верил, что она жива Трехкилометровый, допустим, заплутал Но надо срезать и идти меньше Вот она, может быть, внутрь кругов пошла Волонтеры обошли все маршруты Заходили в лес, искали следы Пропавшую нашли спустя 40 минут После начала поисков Девушка лежала под снегом Медики констатировали смерть 11 колото-резанных ранений Первые детали убийства Стали шоком для родных и близких Гульшат, для всех нижнекамцев Люди терялись в догадках Кто мог пойти на это жестокое преступление Маньяк, серийный убийца Случайный прохожий Следователи принялись обрабатывать все версии И тщательно собирать улики преступления Рядом с деревом, где нашли тело Есть кирпичное строение Внутри обнаружили сережку погибшей Картина убийства вскоре стала проясняться Но, чтобы найти и изобличить преступника Нужно было действовать быстро Как говорят, по горячим следам Как часто бывает в подобных делах Любая мелочь Вовремя подоспевшая информация От свидетелей и просто наблюдательных людей Может иметь решающее значение Так было и в этот раз Пока следователи, как мы уже сейчас понимаем Выходили на след подозреваемого Нижнекамские в центральной мечети Простились с гульшат Котенковой Очень светлой, доброй, отзывчивой подругой Как характеризовали ее коллеги по работе Молодой мамой Прекрасной женой Дочкой Чтившей каноны ислама И регулярно читавшей намазы О чем уже рассказали ее близкие Хорошая была девочка Красавица Умница Вот даже слов не то А какая была пара Может сглазили их Может и по-всякому думаем Не должно было такому случиться Это жестокое преступление Удалось раскрыть Благодаря поступившей Одному из следователей Оперативной информации От бдительных граждан Так вышли на 37-летнего Ранее судимого Даниила Котенева На следственном эксперименте Котенев сам показывает И рассказывает Что происходило В последние моменты жизни девушки Уже установлено Что в день убийства Котенев распивал спиртные напитки На работе Неподалеку от лыжной базы Затем пошел домой пешком Но заблудился Наврел на потерпевшую И вступил с ней в перепалку После угрожая газовым пистолетом Заставил пройти В стоявшую неподалеку будку Здесь мужчина принялся Избивать женщину В том числе нанес ей Несколько ударов Горлышком от разбитой бутылки После того как потерпевший Перестал подавать признаки жизни Он тащил ее тело в лес И закопал в снег Бо точно так же он поступил И с ее лыжами Ранее судимы? Да По каким статьям? Тут эта первая часть Вторая Расшифруйте статью Изнасилование Сидели? Какой срок? 9 лет В каком году освободились? В этом 17 По какой причине Находится управление? За что вас задержали? Подозрение рубриста Сотрудники полиции Татарстана Вечером 11 января Задержали 37-летнего жителя Нижнекамска Подозреваемого в жестокой Расправе Над молодой посетительницей Одной из спортивных баз В Нижнекамском районе Была проведена Огромная работа Так Установили Возможных свидетелей Произошедшего Ориентировка С фотороботом Предполагаемым преступника Была распространена В средствах Массовой информации Нижнекамска В полицию Начали поступать Звонки от местных жителей Одновременно Полицейские Отрабатывали Порядка 20 граждан Которые могли Иметь причастность К преступлению Среди них Оказался и подозреваемый Ранее неоднократно Судимый 37-летний Житель Нижнекамска Оперативники Уголовного розыска Задержали его По месту жительства К слову Даниил Катенев Уже попадал В поле зрения полиции И после освобождения Из мест заключения Несколько месяцев назад Его подозревали В нападении на девушку И попытке изнасилования Тогда его не смогли Привлечь к ответственности А сам подозреваемый Явился на местное телевидение И выдвинул Свою версию происшествия Предложил ей свою помощь Подняться Она как бы отказалась И начала падать И когда я пытался ее удержать Она начала вырываться И путем вот этого Как бы Такого момента Она упала просто на пол 13 января Нижнекамский суд Отправил за решетку Даниила Катенева Во время судебного заседания Он пытался скрыть свое лицо И не ответил Ни на один из вопросов Журналистов Следствие настаивало На аресте Мотивируя тем Что Катенев Совершил особо тяжкое Преступление Расследование Уголовного дела Продолжается 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 Продолжается